Знаешь ли ты, Рубати, так вот, она у себя в эфире говорит, что ты агент спецслужб. Она говорит, что знает тебя, твою маму, что подруги твоей матери забрала тебя в Москву, и там ты учился, и что тебя там готовили. Она говорит, что готова это доказать, если ты готов провести с нею эфир, что скажешь. Я скажу, что я не буду никак комментировать заявления женщин, тем более не совсем здоровых, это не ко мне. Но я прокомментирую заявление этого гамбургского пернатого блогера. Он, значит, провел тут на днях эфир, и во время этого эфира он сделал опять свои лживые, там кучу лживых заявлений, и некоторые из этих лживых заявлений я опубликовал у себя в Телеграм-канале. Кстати, ссылка есть в описании, можете посмотреть. Удивительно, знаете, вот вы представляете, если бы не было записи разговора, который там происходил, вы представляете, как сейчас было бы сложно опровергнуть всю эту ложь. Обращайте внимание, почему я говорю, что очень важно в таких моментах записывать, потому что эти люди, даже когда есть запись разговора, они все равно лгут. Они все равно без стыда лгут. А представьте, если этого не будет, то эту ложь и опровергнуть будет гораздо сложнее. Поэтому это очень важно всегда в таких моментах, особенно с такими лицемерами, всегда ведите запись, желательно видео. Я после вот этого всего инцидента, я очень сильно поругал Мухаммада за то, что он не делал этой записи. И самое интересное, что даже тот запись того разговора, состоявшегося на улице, даже его сделал не Мухаммад, он даже не знал, что есть эта запись. Хорошо, что какой-то один из тех присутствующих, да воздаст ему Аллах благом, он сделал эту запись аудио. Если бы этого не было, нам бы сегодня столько лапши бы навешали на уши. И я прокомментирую два момента из того, что он говорил в этом эфире. Это помимо того, что я выложил у себя в телеграм-канале. Первое, это то, что он в самом начале сделал опять ложное заявление, что якобы тот человек, который пришел туда, назвал свое имя, откуда он родом, из какого он тейпа, и сказал, что он является Тумсу Абдурахмановым, и что он пришел показать мастер-класс, как удивлять. Этот Гамбургский заявил, что якобы после того, как я сделал об этом видео и поблагодарил этого человека, что якобы он ко мне обратился, сказал убрать это видео, и я ему сказал, что типа этого, я сделать этого не могу. Предъяви свои доказательства, лжец ты. Предъяви свои доказательства. Человек, который пришел на конфликт, там, где было минимум человек вместе с этими представителями пернатых, там их было человек 50, он пришел туда и вот так вот в свет назвал свое имя, назвал откуда он родом и свой тейп, неужели вот есть такие идиоты, которые поверят в то, что этот человек после этого будет меня просить какие-то там удалить это видео, что он будет бояться там кого-то или чего-то, неужели вот есть такие люди, кто в это поверит? Если он пришел туда и зная, что вы лжецы, в принципе, вам назвать себя, это уже достаточно, все, эта информация будет уже и у Кадырова, и там у всех спецслужб российских, это уже понятно, что, скажи это вам, это то же самое, что сказать оттуда, ведь сами ваши же представители, они однократно допускали такие неосторожности, когда говорили, что мы, вот эта информация будет лежать перед Кадыровым, там, перед Делимхановым на столе, это же ваши слова. Он, зная это, пришел и назвался. Неужели вот есть люди, кто поверит, что нет, вот он, видите ли, в какой-то момент он решил, что зря он это сделал, и убрать там, значит, это видео. Конечно, это ложь, этого не было, он ко мне не обращался, не просил никакое видео удалять. Этот человек, как я говорил в прошлый раз, я даже его никогда не видел, мы с ним никогда не общались, я его не знаю. Тем не менее, он посчитал меня настолько близким для себя человеком, что он пришел и готов был вместо меня держать там ответ. За что я ему очень благодарен, и это действительно очень достойный поступок. И тебе, Гамбургский, я понимаю, что тебя это очень удивляет, подобное поведение, так как твои товарищи, они даже не то что зная тебя, находясь прям там рядом с тобой, прям там вот во время этого конфликта, они отстранились от тебя, они заняли позицию нейтральных людей, они не сказали, что они являются Гамбургскими блогерами и готовы нести за тебя ответственность, нет. Поэтому тебя это удивляет, потому что тебя окружают такие люди. И ты думаешь, что если тебя они окружают, что и остальные люди наверняка такие же, но видишь, нет. Люди, не зная даже друг друга, могут друг за друга, если надо, отдавать жизни. Этот человек пришел туда на конфликт, и он был готов к любому исходу этого конфликта. И в соответствии с нашими обычаями, нашими традициями, прям все вот, пытаясь соблюсти все эти каноны, он назвался, кто он, откуда он, с какого он тейпа, чтобы потом, когда эта ситуация выльется в что-нибудь нехорошее, вала Аллаху, что это не вылилось, чтобы вы знали, кто этот человек. Так поступают достойные люди. Но тебе этого не понять, потому что тебя не окружают такие люди. Тебя окружают те люди, которые в тот момент, когда у тебя появилась, по твоей же вине, кстати, появилась проблема, они тебя оставили с этой проблемой наедине. И второй момент, ты, Гамбургский, заявил, что якобы, ты докажешь, что я являюсь работником российских спецслужб, что я работаю на них, и своим каким-то таким козырным аргументом ты предъявил то, что видео с пытками Ислама Кадырова, что якобы я их не публиковал, и это говорит о том, что я являюсь работником российских спецслужб. Подумайте, люди, я вам просто говорю немножко, подумайте, говорил ты своим слушателям. Если, еще раз закрепляем эту мысль, если я получаю видео свидетельство о том, что Ислам Кадыров пытает электрошокером людей, и если эти записи я не публикую, не выкладываю их в сеть, а я их не выкладывал в течение, ну, меньше, чем месяц, меньше месяца, то это свидетельствует о том, что я являюсь агентом российских спецслужб. Опять-таки, он еще применил такое выражение, как «косвенное доказательство». Косвенное доказательство, люди говорят вот это вот словосочетание, когда у них нет доказательств. Когда нет доказательств, начинает вот эта вот игра слов «косвенные». Это аргумент. И в качестве аргумента было предъявлено, что если я не опубликовал какие-то, ну, эти записи, пыток, то это свидетельствует о том, что я работник российских спецслужб. Все, мы эту мысль закрепили. Окей, в 2018 году, в мае месяце, со мной в срочном порядке связался гамбургский блогер. И он написал там, срочно выйдя на связь, нужно поговорить. Я дал контакты, и он вышел со мной на связь по WhatsApp. И тогда он мне заявил, что в Германии к нему обратился человек, которого в качестве киллера хотят использовать для того, чтобы убить меня и еще там двоих людей. Что этот человек пришел к нему, к Аслану, и сказал, что я не хочу их убивать, но вот на меня давят, значит, кадыровцы, они хотят, чтобы я исполнил, значит, этот закат. И я сейчас включу вам запись его разговора в доказательство того, что я говорю правду. Итак, слушаем. Итак, он говорит, ему меня порекомендовали, видимо. И он говорит, что мне говорят убрать, на словно перевод, мне говорят убрать Тумсо, Минкайло и Аймрано, он говорит, их троих. И он уже сам добавляет, ну, наверное, типа, я тоже в этом числе, типа, что я с ними тусую с царцами, лил шулсо, он говорит. А теперь я включу вам еще одну запись, минута 55 секунд. Послушайте, наберитесь терпения. Субтитры делал DimaTorzok и мы, кстати, над gig XXX. И мы знаем, что мы держим grazing камеру. И мы видим, например, можно это сказать, Я еще пока в музею. Дальше, я бы был в башу, и я уже решение принято, то это кончатие нашей айды дохкорды. Айды дыхканар, ази ийца нас, моя шуху угрозы аль, мы каялись цей юча, с айгалил информацией аспайдлик дайдли, или информателис айдец, кто мне сообщил эту информацию, что блогер, что ютубер, что угроза, что защита есть. Продолжение следует. Если я в течение меньше, чем месяц не выкладывал информацию, видео записи пыток Исламом Кадыровым женщин, и мое объяснение того, что я это не делал, потому что там человек, кто их мне скинул, находился там и в целях безопасности, это не принимается. И это свидетельствует о том, что я являюсь работником российских спецслужб. То что ты скажешь о себе, Гамбургский? Ведь уже полтора года прошло, как эту информацию ты нигде не опубликовал. Ты нигде не заявил о том, что у тебя есть информация, что кадыровцы нанимают киллера для того, чтобы он убрал троих людей. Ты нигде ни разу этого не опубликовал и не заявил. Если то, что я меньше месяца не публиковал информацию в целях безопасности человека, если это сделало из меня работника спецслужб, то чей же работник ты в течение полутора лет не публикующий информацию о киллере? О том, что действительно люди ищут киллера, чтобы убрать людей, если то, что ты говоришь, это правда. Почему ты об этом нигде не опубликовал? И кто ты тогда? Я-то всего лишь там меньше, чем месяц не публиковал, а ты до сих пор не опубликовал. Сейчас я впервые эту информацию выдал. Ты ее ни разу нигде не опубликовал. Кто же тогда ты? И обратите внимание, там он говорит, если ты свой город скажешь, там и город и так далее, он, эта переписка переполнена просто его вопросами о том, в каком городе я нахожусь. Он мне скидывал какие-то доверенности, сделай меня своим адвокатом, и там обязательно вверху нужно было указать город, где я, значит, заполняю эту доверенность. Он всячески пытался выяснить мое местонахождение. Если бы я был таким идиотом, каким он хотел бы меня видеть, то я бы, наверное, ему это скинул. Я здесь, как я уже раньше говорил тебе об этом, что все разговоры, которые состоялись между нами, они все здесь. Вся информация у меня. И я ее буду, вот сколько я буду давать тебе шанс лгать. И чем больше ты будешь лгать, тем больше я буду опровергать твою ложь. Вот с помощью сопоставления твоих же слов. Поэтому действуй дальше. Чем больше ты будешь лгать, тем больше ты будешь топить самого себя. И последнее. Совсем недавно, где-то месяц назад, ты сделал заявление у себя на канале, что, во время прямого эфира, что ты скоро со своим коллегой из Австрии, вы, значит, расскажете о том, каким предателем является председатель парламента Чеченской республики Ичкерия, Жалалдис Араляпов. Ты сделал это в прямом эфире. И после этого вы уже встречались со своим коллегой австрийским, но так нам и не рассказали о том, в чем же предательство Жалалдис Араляпова. Мы ждем, мы ждем этого видео, когда вы нам это расскажете. Либо расскажите, предъявите нам доказательство предательства Жалалдис Араляпова, либо извинитесь перед взрослым, уважаемым человеком, представителем власти Ичкерии. Извинитесь, если то, что вы сказали, является неправдой. А если же вы на этом настаиваете, то докажите нам, что он является предателем. Сделайте это уже, наконец, чтобы я мог посмотреть, послушать вас, и потом разнести в пух и прах эту вашу пернатую гамбургскую братву, так, что все перья разлетятся по всему Евросоюзу. Мы ждем. И еще одна добивочка по поводу агентов российских спецслужб. Почему те люди, которые больше всего кричат о том, что тот агент спецслужб, этот агент спецслужб, почему-то эти люди без проблем, их дети, ездят в страну вражеского государства, в страну к Путину, которого они считают врагом, с которым они якобы борются, и с которыми борется якобы Путин. Они почему-то, их дети, их ближайшие родственники свободно посещают эту страну, оккупированную Чеченскую республику Ичкерия посещают свободно. А те люди, которых они называют агентами спецслужб, эти люди ни сами не могут посетить Россию, ни их ближайшие родственники не могут ее посетить, их семьи, их дети. И даже их родственники, которые подальше, которые находятся в республике, даже они страдают, их постоянно забирают, их заставляют отказываться в мечетях, проклинать и так далее. Возвращаясь к тому посылу этого Гамбургса, когда он говорил, подумайте, люди, вот я говорю, подумайте, люди. Как так получилось, что сын победителя конкурса танцев в номинации «Танцы со вдовами», который на том мероприятии, проведенном в 2017 году в Брюсселе, который танцевал вот такой вот недостойный танец, держась за ручки со вдовой, по-моему, Литвиненко, если я не ошибаюсь, почему его сын недавно, вот на днях, снял нам видео из оккупированной Чеченской республики Ичкерия, прогуливаясь по городу Гроза. Я не говорю ничего про само видео, там было понятно, что его заставили снимать это видео. Здесь я его никак не осуждаю за то, что он это видео снял. Я прекрасно понимаю, что он, скорее всего, был похищен кадыровцами, и его убедительно попросили сделать это видео. Но я задаю вопрос, почему его сын поехал домой, и как он сам заявляет, оказывается, он до этого еще в 2018 году был дома, еще в 2015 году был дома, а сейчас, оказывается, поехал домой, чтобы жениться. Как так происходит, что вы такие непримиримые враги Путина, а ваши дети свободно ездят домой, ищут себе там жен? Мои дети, мои ближайшие родственники не могут поехать домой и искать себе там жен или мужей. Не могут. Мы не можем. Мы не можем поехать ни в Россию, ни в оккупированную Эчкерию, никуда. Мы даже здесь, в Европе, не можем спокойно жить, во всевозможной базой включенной. У нас проблемы везде. Но те люди, которые заявляют, что они прям такие непримиримые враги Путина, что вы сидите без стыда и совести, говорите, что чуть ли даже Зелимхан Хангашвили, да помилует его, Аллах был убит не потому, что у них были претензии к Зелимхану Хангашвили, а чтобы запугать вот эти вот деятели. Они там марш, видите ли, делали на Гаагу, это так помешало Путину. И он убил, значит, Зелимхана Хангашвили, чтобы запугать этих товарищей. Вот вы такие, настолько вы враги Путина. Путин вас везде преследует. Как это ваши дети ездят к Путину искать себе жен? Как так получается? Подумайте, люди, подумайте. Раз Гамбургский об этом вас просил, подумайте об этом. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»